Всем привет! Очередное видео тоже, как говорится, неплохое, интересное, очень. Называется так. Метод Чайкина. Борьба с роением. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте поставить комментарии. Нравится, не нравится. Это всегда поощряет меня на очередное видео. Итак, начинаем. В 1963 году номер 10 журнал пчеловодства. Написана интересная статейка, вернее, она перепечатана из журнала «Степное пчеловодство» номер 5 за 1911 год. Это больше 100 лет этой, как говорится, статейки. Ну, она была напечатана в 1963 году повторно в журнале номер 10. Итак, прочитаем. Считая, что метод Чайкина весьма интересен и полезен, редакция Ниши помещает его статью «Новая противороевая система медового хозяйства», опубликованную в журнале «Степное пчеловодство» номер 5 за 1911 год. Статья дается с незначительными литературными исправлениями. Итак, друзья, я постараюсь более сокращенно, тут немножко много литературных исправлений, ну, конкретно, так сказать, прочитаю. Вот он описывает так. То есть, если это улик, лежак, вот так вот устроен, то литки вот так вот расположены 7 сантиметров здесь, 7 сантиметров здесь, так сказать. Ну, допустим, чтобы видно было так. Вот, покажу вам. Это вот улик здесь 7 сантиметров, здесь 7 сантиметров, а так по 22. Вот, одинаково от края 7 сантиметров. Вот, читаем дальше. Я думаю, понятно здесь. Они расположены на одной стороне у пола на расстоянии от боковых стенок 7 сантиметров. Отдельные прилетные две доски. Понятно тоже. Существенную часть улья составляет ганемановская решетка размером поперечного сечения улья. Ею улей летом разгораживаются на две части. Решетка делается подвижной, легко подвигается. Она вставляется в деревянную раму. Потолком служат тонкие деревянные доски. Вставленные улей решетки. Решетка не позволяет матке перейти в другую его часть. Ну, приблизительно я вам покажу. Тут каркас нарисованный. Оно устроено вот так приблизительно. Вот это вот разделительная решетка, как разделительная доска. Вот литок вот здесь 1,22. Вот длина его. И другой с этой стороны 22. Вот. Это вот меньшая часть гнезда. Здесь матка сеет. Всего 8 рамок. Здесь расстояние 30 сантиметров. А остальные 12 рамок здесь находятся в большой части. Сейчас прочитаю, как это работает. Очень понятно, я думаю. Вот. Итак, читаем дальше. Решетка делается подвижной, легко поднимается. Она вставляется в деревянную раму. Потолком служат тонкие деревянные доски. Вставленная в улья решетка не позволяет матке перейти в другую его часть. Система основана на принципе, что семья пчел начинает думать о роении тогда, когда гнездо, где находится матка, переполняется деткой. Главным образом печатной и медом. Устраняя это переполнение, мы помешаем пчелам роиться. Делается это так. Семья зимует без решетки на 6-7 рамках. Весной, по мере усиления семьи, подставляются рамки суши и гнездо расширяется. Когда оно займет 9-10 рамок, а пчелы в некоторых улях начинают выводить трутней и строить трутневую вощину, в улей вставляется решетка. Причем, она должна разделить улей на две неравные части. Одна меньшая часть, это будет гнездо. Как я уже вам говорил, против открытого литка. Занимает около 30 сантиметров ширины. Я замерил, это приблизительно вот такое расстояние, 30 сантиметров. Ну, вы знаете, есть 20 сантиметров линейка, это 30 сантиметров. Вот, 30 сантиметров это будет приблизительно, я посмотрел, 8 рамок. Итак, читаем дальше. Ширины, а другая часть он назвал, которая большая часть, он назвал как магазин. То есть, место для складывания меда. Откуда будет складываться, не надо ставить второй магазин. Это эти остальные рамки, 12 будут называться большой отдел магазин. А маленький отдел будет называться гнездо. Итак, читаем дальше. О чем дальше речь идет? Остальное место, магазин. Здесь литок закрытый. Матка остается в гнезде на рамке, на которой мы ее находим в это время. Рамка эта ставится к решетке. Так, извините, я перескочил не туда. Так, сейчас посмотрю точнее. Ага, вот здесь. Все правильно, магазин. Вторая страница, третья. Здесь литок закрыт. Матка остается в гнезде на рамке, на которой мы ее находим в это время. Рамка эта ставится к решетке, и сюда добавляется сушь. И искусственная овощина пополам. Всего 3-4 рамки. Поясняю, вот, что матка, когда это разделяется отдел, вот, остается в маленьком отделе. Весь расплод переносится. Остается одна рамка с расплодом, искусственным. Вот, читаем дальше. Остальные рамки гнезда с деткой медом ставятся в магазин за решетку. То есть, поясняю, гнездо, маленький отдел, маленький отдел. В этом отделе стоит одна рамочка, остается с маткой, с расплодом. Весь остальной расплод переносится за решетку. И закрытая, это самое, литок закрытый. Читаем дальше. Что происходит? Как он дальше там устанавливается? Эти рамки сортируются по ворозу расплода. К решетке ставится помоложе, далее постарше, постарше, и, наконец, на край мед. Понятно, я думаю. Разделительная решетка, магазин. Вот, допустим, вот это вот у нас, если это улей, да? Вот. Значит, здесь одна рамочка стоит у нас с маткой. Это у нас разделительная решетка. А сюда ставится мед, потом старшие личинки, потом полузакрытый расплод, потом молодые личинки и яички, яйца. И все. И как бы получается цельное гнездо. Если, допустим, пять-шесть рамок сюда вы поставили, то у вас получилось цельное гнездо. Только оно разделено разделительной решеткой. И здесь восемь рамок. Остается одна рамочка у нас здесь, остается с расплодом и с маткой. То есть, маточка добежала до края гнезда и, как говорится, назад не может бежать, потому что здесь разделительная решетка. Где-то же ей сеять надо, добавляют сюда три-четыре рамочки суши, то есть готовые соты под засев. И в конце ставятся три-четыре рамочки вощины, чтобы семья могла развиваться в этот край. Итак, понятно, я думаю. Читаем дальше. Что дальше они тут предлагают? После этой перестановки матка, получив в свое распоряжение пустые рамки суши и не имея доступа к печатному расплоду, который почти весь, кроме одной рамки, находится в другой части улья в магазине, усиленно начинает откладывать яйца и, в первую очередь, на рамке соседней стой, на которой она сидела. Потом идет дальше, по порядку, удаляясь от решетки. Через 10-12 дней мы осматриваем улей и находим матку, которая в это время чаще всего заканчивает яйцекладку на крайней рамке. То есть, означает, что четыре рамки она засеяла. Имеется в виду крайняя рамка, что это четыре сота. Далее читаем. Вынув эту рамку с маткой, отставив ее в сторону, но мы отбираем из магазина крайние рамки с печатным медом, без расплода, для выкачивания. Поясняется тут, они немножко состыковали неправильно. То есть, с большого отдела, когда матку они забрали, вот, и поставили отдельно, а туда посортировали рамки с медом, расплод, вот. Что дальше происходит? Читаем. Через 10-12 дней мы осматриваем улей и находим матку, которая чаще всего заканчивает яйцекладку на крайней рамке. Обратили внимание, прошло 10-12 дней. За 10-12 дней семья могла наносить меду и запечатать. Вот. И поэтому, что дальше происходит? Ну, до этого времени уже, я думаю, медок шел такой, потому что семья развивалась, уже на роение собралось. Взяток пошел главный, по-видимому. Что значит дальше? Они находят в магазине запечатанные рамки, выбирают, без расплода. Почему без расплода? Тот расплод печатный, который вы оставили, он выйдет в течение 12 дней. Если вы сегодня отставили. А он может быть раньше. Даже если рамка имела сверху окантовочку с медом, и тут у нас была медовая, а потом закрытый, печатный, закрытый, печатный, закрытый, то ближайшие 3-4 рамочки окажутся полностью пустые. Молодая пчела выйдет. И можно их откачать. Они будут закрыты. Вот. В смысле, медок будет закрытый. Читаем дальше, что тут он предлагает. Без расплода, для выкачивания, потому что расплод вышел. Их обыкновенно можно взять в это время 2-3, может и 4. Ну, он так написал 2-3, как у вас получится. Остальные рамки магазина отодвигаются от решетки. На их место ставятся рамки с расплодом из гнезда, в том же порядком, как они стояли там. И к ним придвигаются отодвинутые. Вот, продолжаем. Крайние мы эти. Вытащили 4 или 3. Вот. Гнездо все переместили, которое было в магазине, где матка не могла бегать. Матка бегает с этой стороны. А здесь 3 вытащили и на 3 сместили. Здесь оказалось промежуток. А отсюда 3, которые перед решеткой стоят, вот. Их вынимаем уже с расплодом, что матка засела. И ставим внутрь. Вот, как бы гнездо все сместилось, а решетка на месте стоит. А здесь осталась опять одна рамочка с маткой. Вот. И подвигают все отстроенные овощины. Пошла уже оттягиваться овощина, потому что пчелы много было. Уже часть пчелы вышла. И они все пришли сюда и через этот леток вернулись после облета и продолжают строить. И уже гнездо обновляется у нас на новую овощину. Таким образом обновляется гнездо. Дальше. Потом ставим рамку с маткой к решетке. Добавляем 3 рамки суши. Столько же или 2 искусственные овощины. И обратите внимание, если то, что отстроили они молодую, можно пододвинуть под засев и добавить соты. А если не достроили, то добавить, как говорится, отстроенные соты. А если не отстроили овощину, то добавить соты старые. Читаем дальше. Опять через 12-14 дней проделываем то же самое, находя матку на крайней или на второй от края рамки. Отбираем из магазина 4-5 рамок крайних с медом. В них нет расплода. Опять здесь расплод вышел весь. Забирают крайние рамки с медом. Вот. Опять точно так передвигает мед. Сейчас же выкачивается. И освобожденные рамки даются следующим ульям в гнездо. Пополам с искусственной овощиной. Через 12-14 дней повторяем опять осмотр. Отбор меда, который обыкновенно можно отобрать каждый раз около 4 рамок. Так продолжаем до конца взятка. Если конец взятка совпадает с концом летней кампании, то вынимаем решетку и оставляем челом столько меда, сколько его нужно на зиму. То есть, этот процесс работы с лежаками на 20 рамок. Вот. Можно сделать и на 24, я думаю. Проблемы не будет. Только вы потом будете, как говорится, позже. Можете откачать в таком случае позже. Мед, он более устоится. Вот. И что хочу сказать. Это годится для любителей, которые имеют пасеку до 20 семей. Им это очень можно легко работать. Вот. Для любителей. Но не для бизнеса. Вот цикл ульях в простейшем виде. Так планомерно, как по расписанию, идет вся работа на пасеке. И вариации в ней бывает только в том, что в зависимости от плодовитости матки, мы находим ее при осмотре или на последней рамке, или второй, или еще дальше. Очень хорошие и плохие матки одинаково бывают в разных ситуациях. Хорошие, потому что, дойдя до края, возвращаются назад к решетке, на первую рамку, где к этому времени может иногда выходить расплод. Таким маткам приходится ставить в гнездо больше рамок. То есть, если сильно сеет хорошо матка и быстро, туда добавляется уже не 3 и не 4, а может 5 рамок. Плохая матка к моменту осмотра не дойдут до последней рамки. Им нужно ставить рамок меньше. Пчелы при этом совершенно не роятся, какой бы силы не было семья. Матка усиленно откладывает яйца, а пчелы энергично несут мед, так как у них много места для складывания его. Трудни, выводящиеся за решеткой, не могут выйти из магазина и умирают там. Их каждый раз при осмотре приходится выметать со дна улья. Этот вариант можно доработать. На эту планомерную работу с пользой для дела можно усложнить. Если мы опоздаем с осмотром, то матка, не находя места для яиц, и находясь на сотах с расплодом, который через 12 дней после осмотра начинает печататься, кладет яйца в маточники, предупредительно построенные пчелами. Эти рамки с маточниками мы переставляем, как обыкновенно, с расплодом в магазин. Гнездо заполняем также пустыми рамками и открываем литок в магазине. Пчелы в магазине выведут одну матку, которая оплодотворится и будет откладывать яйца там. Тогда литок в магазине нужно закрыть, и семья, имея две плодные матки, разделенные решеткой, работают через один литок. Можно вторую матку получить иначе, не пропуская сроков осмотра и не заставляя этим пчел закладывать натуральные маточники. Мы просто открываем литок магазина, и пчелы заложат там свящевые маточники, из которых выведется и оплодотворится также одна матка. Таким порядком при помощи двух маток можно получить семью громадной силы. Роя быть, вероятно, не может, так как в магазине, где находится печатный расплод, живет молодая матка. А старая сидит в гнезде, где печатного расплода почти нет. Когда минует нужда в усиленной яйцекладке, или вообще она почему-то по каким-то причинам нежелательна, чтобы пчелы увеличивались. Однако матку можно, одну матку можно отобрать, а другую оставить в гнезде. Ту и другую матку пчелы признают своею. Но если вынуть решетку или обоих маток поместить в одно отделение, то пчелы одну из них убивают. Какую убивают, мне не удалось заметить. Вероятно, в магазин можно поставить маточник и из другой семьи, когда в нем есть уже свои. Если подставленный маточник будет старше, то вышедшая из него матка останется в хозяйстве. А свои маточники, как более молодые, пчелы уничтожат. Так можно делать подбор маток хорошей породы. Итак, друзья, вот такой вот метод противороевой. Очень успешный. Удачи вам. До свидания. До встречи.